Еще в июле этого года в Чуваксарах выбрали эскиз памятника воинам, погибшим в локальных конфликтах. Решение поменять существующую стеллу в мемориальном комплексе Победы было принято по инициативе матерей погибших солдат. Они неоднократно обращались в администрацию города. Последней инстанцией стал председатель госсовета Юрий Попов. Он взял под личный контроль строительство мемориального комплекса воинам, погибшим на Северном Кавказе, в том числе и Чечне. Но памятник до сих пор не появился в положенном месте. На этом месте должен появиться памятник воинам, погибшим в локальных конфликтах. Этого долгое время добивались отчаянные матери, чьи дети погибли, защищая родину на Северном Кавказе. Каждый раз говорят, что Новый год подойдет, мы заложим бюджет и начнем строительство. Это все отговорки. А я им каждый раз говорю, мы-то не отправляли своих детей завоевывать эту Чечню. Забирало, как бы государство посылало. Проект утверждался долго, оправдываются в городской администрации. Якобы поэтому и затянулось возведение нового памятника. Эскиз еще в начале лета предложили матери погибших солдат. Композиция представляет собой полукруг с именами и фамилиями погибших. Вместе с памятником воинам-афганцам он образует единый ансамбль. Деньги на строительство из бюджета не выделялись. Задействованы частные пожертвования. Когда на День скорби матери приезжают с районов, например, каждая хочет увидеть хотя бы высеченную на камне имен своих детей. Объект небольшой, но строительство затянулось. При хорошей работе строительной организации памятник можно поставить за несколько дней, – возмущался Юрий Попов. Он остался недоволен увиденным. На месте будущего памятника воинам пока только разрытые ямы. Председатель Госсовета выразил сомнение, что мемориальный комплекс появится до Нового года. На улице уже осень и скоро начнутся заморозки. А строить в такую погоду не только неудобно, но и получается не очень-то и качественно. Пока вот это, я думаю, не построим, не поставим в память тех ребят, наверное, и продолжаем вести цинковые гробы из Северного Кавказа. Помните, вот недавно в сентябре двоих молодых чувашьих парнями похоронили. Чтобы этого не было, нам быстрее вот это построить. И на этом, я думаю, крест надо поставить. Все обещают. Обещают наши городские чиновники и строители, которые взялись за это подряд. Я не очень-то в восторге и недоволен работой и ходом строительства этого памятника. Но руководитель строительной организации попытался опровергнуть все сомнения. Давайте 10 ноября. Мы закончимся. С вчерашнего дня все вопросы решены. Мы построим, согласно договоренности, срок и качественно. Это я вам гарантирую. В списке погибших в локальных конфликтах 125 солдат из Чувашии. И если сроки возведения мемориального комплекса опять затянутся, чиновникам и строителям в очередной раз придется оправдываться перед их матерями. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика.